Добрый день. Сергей Сергеевич, сколько уже фотографий у нас? Более 250 штук. И это только за половину первого проектного дня. Фотографии на электронную почту музея присылают не только тамбовчане, но и жители районов. В готовом варианте «Бессмертный полк» предстанет 9 мая в виде бесконечной ленты фотографий на официальном сайте музея. Где-то ориентируемся на 2-3 тысячи фотографий, которые нам должны прислать. Но это, я так думаю, по самым плохим подсчетам, потому что мы обратились к средствам массовой информации, плюс, естественно, подключили в первую очередь свои, все электронные средства массовой информации Тамбовского областного кривического музея. Особых требований к фотографиям нет. Можно воспользоваться сканером, либо сфотографировать фотокарточку на камеру смартфона. Специалисты подгонят размер снимка под общий формат, оформят портрет в единую рамку с выходной информацией. При необходимости старые фото отретушируют, скрыв дефекты и трещины бумаги. Дополнительно на сайте музея запустят поиск по базе данных. Поисковый модуль будет работать по алфавитному порядку. Ну, в принципе, будет кнопочка поле поиска. Мы можем вбить туда необходимую нам фамилию, энтер, и выходит информация о участнике или труженике ТЭЛа с развернутой информацией. В этой информации включаются фамилии, имя отчества, даты жизни и звание, либо труженик ТЭЛа. Музей приглашает к участию в проекте всех желающих. Впереди две недели усердной работы. Если потребуется, то для обработки массива фотографий привлекут дополнительные силы. Кроме всего прочего, проект обещает быть долгоиграющим. Сотрудники музея будут пополнять базы данных ветеранов ежегодно. А лента на сайте Тамбовского областного краеведческого музея будет появляться каждый 9 мая, кроме того, 22 июня и в день проведения парада в этом году. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.